Если вы думаете, что сделать качественный клип это просто, вы ошибаетесь. Терабайты отснятого видео, нервы, эмоции и переживания, килограммы грима, ослепляющий глаза свет – это лишь малая часть преград, которые сопровождают команды клипмейкеров каждый съемочный день. Всем здравствуйте, меня зовут Нариман Григорян, я являюсь основоположником, создателем одноименного бренда. Создаю я красивую одежду, шью красивую одежду. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам о создании такого маленького фэшн-ролика моей новой коллекции. На самом деле тема была такая, Нариман вынашивала эту идею где-то полгода. И однажды в среди ночи мне звонит и говорит, слушай, у меня такая идея, мне нужно сделать вот такой вот ролик. Я хочу, чтобы девочки перевоплощались в вампир, чтобы что-то, что-то я там типа рисую с детства туда-сюда. Я говорю, ну круто, давай. Идея пришла как-то вот нежданно. Я не сторонник обычных каких-то съемок, стандартных, как мы привыкли это называть. Я люблю очень своеобразное, очень необычное что-то. Вообще это с детства моя любимая тема – ведьмы. Я считаю, что девушка, любая девушка, женщина, она в душе немножко ведьма. Ведьмы бывают не совсем плохие, правильно, там бывают черные ведьмы, бывают белые ведьмы, которые свою силу дают, помогают людям наоборот. Поэтому вот это моя с детства была любимая тема, вот эти все фильмы про ведьм, это меня как-то грело. И я посчитал, что в моем наряде все равно девушка, женщина превращается в свое родо ведьму. Какие-то в ней чувства просыпаются, которые не свойственны другим людям. Поэтому это и стало такой основой для создания, для подпитки моей основной темы. Я вот начал думать, развиваться в этом направлении и думать, как бы вот сделать такой фильм, где при этом, чтобы было видно мои красивые наряды, чтобы при этом было видно человеческие чувства, эмоции, чтобы это была красивая картинка, чтобы была локация красивая, чтобы были места красивые. Какое-то внутреннее чутье мне подсказало, давай попробуй сделать этот момент с Равшаном, с ним снять. И я считаю, что я не ошибся, и у нас все получилось очень здорово. Во-вторых, все равно я каждый момент, вы увидите в бэкстейже, каждый момент я присутствовал сам, я тоже ставил кадр сам, я точно понимаю, что и как я хочу, я вижу это на камере, я вижу это в кадре, как это должно выглядеть. Равшан понимал меня с полуслова, и он тоже технически, ему огромный респект. Я не понимаю какие-то, может быть, детали со светом, какие-то вот такие вещи, нюансы, да, а он в этом плане профессионал, и он мне очень помог. Это наша первая работа, я надеюсь, что это не последняя работа, и мы будем все больше и больше друг друга понимать вообще с полуслова. Когда мы в 2016 году сняли The Fashion Show, ну, фэшн-показ, это было Назар Кайнари, и там участвовали более 20 дизайнеров. И когда вот объявили дизайнера Наримана Григорена, и там Нариман отличался от других своим постановкой, своим нарядом, и уже там видно было, что человек работает нестандартно на другом формате. Я считаю, что мы этого всего добились, потому что каждый, кто на сегодняшний день просмотрит этот видеоклип, всегда спрашивает, ой, а где это вы снимали? На самом деле, действительно, снималось очень долго все, подбирались места, локации очень долго. Я ездил по областям нашего красивой родины, да, каждую лесенку я выбирал тщательно, все мы это фотографировали, потом мы встретились с нашим режиссером Равшаном. Нариман мне сказал, что у него есть идея для фэшн-ролика, и мы сидели, обсуждали этого ролика. Он мне рассказал всю эту идею, это было очень интересно для меня. Потом съездили, разные локации там посмотрели. Локаций было много, вот эти вот мосты, вот эта заброшенная гостиница, где везде торчали гвозди, где все было, как это, сожженное. Все тщательно выбирали, выбрали локацию, черчик, пошли, там заброшенное здание была, какая-то гостиница. Он пригласил людей, которые почистили эту гостиницу, убрали там мусор. Было очень жарко, но хорошо, что это была не зима. Была набрана команда из лучших специалистов. Я люблю работать с профессионалами своего дела, которые понимают меня с полуслова. Это будто модель, будто даже партнер, который шьет у меня мой наряд. Я люблю, чтобы меня понимали с полуслова. Режиссер меня сразу понял. Лидия Андрея, которая выступила нашим визажистом в данном ролике, она не дала даже мне немножко фантазии. Так как сказала Нариман, расслабься, я займусь. Ты занимайся своей работой, я займусь своей работой. И дай мне тоже волю своей фантазии. Когда шла подготовка к съемкам, Нариман там собирал материал, референсы для моей работы и присылает какие-то дурацкие картинки мне с какими-то ведьмами среди ночи. Говорит, вот такой мейкап я хочу. Я говорю, боже ты мой, можно без этого? Давай я сама разберусь. Ты не лезь в свою работу, делай шеи платья, выдумывай идеи. Каждый пусть занимается своим делом. Я буду делать волосы и мейк, все будет хорошо. Ну вообще-то для ролика там Нариман он сам, реквизит он нашел сам. Сфинксы это очень редкая порода, в Ташкенте было тяжело найти этих кошек. Мы собрали их у хозяев и зато в кадре, посмотрите, там секундные кадры, да, но с этими кошками как они эффектно смотрятся. Главный атрибут ведьмы это все равно кошка. Как бы у людей сразу ассоциация, если ведьма, то это кошка. Поэтому без кошки нам нельзя было никак обойтись. Он сам помогал, но обычно нельзя доверять артистам или кому-то. Ну я уже верил, что Нариман переживает за этот ролик. И он нашел то, что сказал, то, что необходимо. Он куда-то съездил, мне вот рассказал. Единственное, что мы долго готовились, это шили долго, потому что в видео там представлено около 15 нарядов вечерних красивых, и поэтому мы их шили долго. Конечно, очень много платьев, очень много нарядов пришлось после этих съемок выкинуть, потому что они уже непригодны были к ношению. Мне было жалко, ну а что делать? Зато получилась красивая картинка, что и требовалось. Когда я приглашал каждую модель к себе на съемки, на работу, я говорил, девочке нужно будет потерпеть, потому что съемки будут действительно очень тяжелые. Это не фотосессия, где привыкли, там, две позы сделал, и ты отщелкался и уехал домой. Это видеосъемки, где каждой девочке предоставляется роль, и мы на нее рассчитываем. Там всего четыре модели. На каждую девочку была поставлена роль, и была поставлена определенная задача, где она должна была ее выполнить. Ночью раздался звонок, это было примерно 11 ночи, я как сейчас это помню. У Наримана порыв фантазии, порыв, я не знаю, решений каких-то. Мы с ним два часа разговаривали, каждый кадр обсуждался подробно, то есть я знала практически весь сюжет. Раскадровку, конечно, я увидела при встрече, но мне этого было достаточно, мы очень много разговаривали, очень много обсуждали, обсуждали платья, сюжеты, операторов, визажистов, все. И я на самом деле не могла отказать, и это было все сразу решено, придумано, и было очень круто. Он мой самый давний очень друг, мы с ним знакомы давно, с 2005 года. Он у меня, как-то мы с ним сидели вечером, и он мне как бы подал идею такую, чтобы вот у него идея есть, как бы, чтобы девушки были ведьмами, как бы перевоплотились. И мне стало очень интересно, как это будет выглядеть, потому что у меня, как бы, я работала раньше моделью, и у меня такого опыта не было, ведьм. Я хотела почувствовать себя ведьмой. Поэтому, вот, в общем, я согласилась. Съемочный день мы начали с раннего утра, в 9 мы уже все были накрашены и готовы на съемках. Красились мы прямо в черчаке на улице, в жару пыль, машины ездят, все это, воды пить хочется, но модели дын-дын-дын разговаривают под ухом. Я должна была скинуться, и как бы у меня было такое состояние, мне нужно было передать душевную боль, то, что переживания, то, что вот меня парень бросил. Когда девушка, наша модель Азиза, стояла на мосту без страховки, и мы сняли этот кадр через дрон, через дрон сняли, и там видно было машина там в кадре, много попало машин, и мы ждали, когда уйдет машина, и сняли много дублев, очень много было. Но я очень переживал за Азизой, потому что за мостой стоять, и долго она стояла, но она молодец. И знаете, вот я задумывалась, вот как вот иногда вот люди вот пытаются вот с моста сброситься, там этот, и вот думаю, все равно же жизнь, это, ну, лучше, чем вот с моста сброситься, и как бы от этого ничего хорошего не получишь. И вот мне как бы удалось вот это понять, и то, что я поняла, что как бы жить лучше, чем спрыгивать. Стоят зрители, все смотрят, и там два мальчика были, они вот возле речки, видимо, это и живут, а там возле речки всегда же бывают змеи, и они вот с этой змеей ходили, и там все. Мы говорим, ну-ка давай быстренько сюда неси, мы сейчас ее в кадр. Это получилось очень спонтанно, и получилось, я думаю, эффектно. Моделька немножко боялась сначала змеи, но потом она переосилила свой страх, и получились достаточно эффектные кадры такие, впечатляет. Ну, там были такие моменты, там, например, колидор, и места очень мало, некуда поставить освещение, такие места было. В коридор, там есть момент в клипе, где есть коридор, по коридору идет девушка. Мне нужен был просто силуэт, женский силуэт, но при этом, чтобы проглядывалось чуть-чуть на ряд. А он говорит, на ремонт силуэт не делается, если при покраске мы покрасим, вообще будет все черно. Он начал со мной спорить, я начал его переубеждать. Мне этот свет не нравился, он залил весь коридор. Вообще все стало светло, как днем. Я говорю, мне это не этот эффект нужен, мне это не устраивает абсолютно. А в конце съемочного дня практически мы сделали небольшой перерыв и поехали вечером как бы ужинать в ресторан. Он нас повел, там очень мне понравилось и вкусно, он нас накормил. И затем после ресторана мы поехали продолжать съемки в лесу. Мы, короче, должны были поехать в какой-то лес. Это просто вот уже стемнело, в Черчаке нет фонарей, где они горят, и мы подъезжаем к какому-то лесу, и там река, и нужно... Мы взяли даже с собой генератор. Настолько было все серьезно. И, в общем, нужно было этот генератор тащить через реку. Люди взяли этот генератор, тащили через реку, туда пришли, а там, в общем, невозможно подъехать. Потом они принесли этот генератор обратно. Мы так все заблудились, все машины были в разных местах. Бедные световики, бедные осветители вот этим генератором, с этим светом, с вот эти огромные пушки, они тащились через эту реку. Там речка какая-то была, ханчик. Давайте не будем там снимать, давайте снимать в другом месте. Ну давайте, мы переехали в другое место попроще. Срочно искать другое дерево, и нашли совсем другое дерево, не то, которое нам нужно. То еще нужно было... В общем, девочек привязывали к деревьям веревками, поджигали под их ногами листья. А кошки должны были лазить между огнями и листьями, короче. Нариман подумал, что он в цирке, наверное, находится. И что кошки будут стоять на задних лапках, ходить, с ушами хлопать или что, я не знаю. В общем, ну вот это как бы было клево, ну интересно, весело. Самый для меня запоминающийся момент было поджигание. Как раз про то, что Лида говорила, это поджигали меня. То есть нужно было оператору прежде всего уловить мою эмоцию, уловить кошек, которые разбегались от огня. Но это было на самом деле очень тяжело, и весь дым у меня в лице, и вокруг. Было тяжело дышать, еще эти кошки. Но было клево, зато получилось очень круто. Я думаю, этот ролик надо было снять за два дня. Когда я сказал заранее, Нариман, этот ролик надо снять за два дня. Нет, Нариман не хотел это. За один день снимем, и все, закончим этот проект. Мы сняли этот ролик. Мы с Нариманом, думаю, 80% то, что думали, отсняли, а 20% не успели. Поздравляю всех с наступившим 2018 годом. Я поздравляю всех телезрителей с наступившим 2018 годом. Желаю вам счастья, успехов, удачи, главное здоровья. И побольше творческих, позитивных веяний и фантазий. С Новым годом! Дорогие телезрители, я вас всех поздравляю от души с наступившим 2018 годом. В первую очередь желаю красоты, чтобы у вас вся ваша жизнь протекала очень ровно, красиво. Желаю, в свою очередь, приятного вам просмотра. И надеюсь, наш совместный труд, наше такое творчество придет вам по вкусу и вам очень понравится. Специально для Азор ТВ. Азор ТВ Специально для Азор ТВ. Специально для Азор ТВ.